Выслеживание зверей, знания повадок животных и мастерство фотохудожника. Без этого невозможно представить самый гуманный вид охоты – фотоохоту. Сегодня отправляемся за трофеями вместе с опытным ловцом красивых кадров Сергеем Кузнецовым. Сергей, ну что, ни пуха ни пера? Правильно говорите, к черту. Пробираться по снежной целине. Долго сидеть в засаде. Но настоящая фотоохота – это не только масштабные продолжительные командировки в лесной глуши или жаркой пустыне. Это съемка птиц, зверей и насекомых, а также пейзажей. Чтобы уже на первой вылазке обошлось без курьезов, как у героя популярного советского мультфильма «Шарика», вот несколько советов для начинающего фотоохотника. Пойти в какой-то парк соседний, поснимать там вело, птиц. Если увлечется человеком, потом начнет ездить за город, снимать там животных и найдет много для себя интересного. Кстати, большой бонус съемки в парке – то, что птицы и белки подпускают себя гораздо ближе, чем в дикой природе. Попробуем. Смотрите, вот это круто! Изучать обязательно надо, потому что у каждого животного свои повадки, и когда ты их знаешь, то легче понять. Вот барсуки, они вообще ночью ходят, там не знаешь, как их сфотографировать, очень сложно. А вот детеныши днем бегают, поэтому, когда знаешь это, бывает проще. Фотоохота – это не только про животных и птиц, но и снимки природы. Начать подмечать красивые детали можно в ближайшем парке. И для этого достаточно камеры мобильного телефона. Замысловатые ветви, упавший лист или узоры тающего льда могут превратиться в настоящий шедевр. Главное – увидеть красоту в мелочах. Съемка природы, ну, может быть, и на телеху осуществляется, а у съемка зверей и птиц желательно все-таки какой-то длиннофокусный объектив иметь. У каждого зверя и птица есть определенное расстояние, на которое они подпускают. Иногда вот, чтобы снять, приходится ходить, знаете, параллельно так вот, тихонько приближаться. Надо стараться снимать в такую нестандартную погоду. Иногда это снег, может быть, иногда это, может быть, там, восход солнца, заход солнца, туман какой-то. Это всегда создает необычную атмосферу и позволяет сделать интересный фото. Сообщество фотоохотников Петербурга и Ленинградской области еще 60 лет назад сформулировало главные принципы своего хобби. Важнейшее – не навреди. Недопустимо снимать редких животных и птиц, пугать их, а также фотографировать гнезда. Даже вот, когда мы подходим к гнезду, за нами наблюдает много глаз, прежде всего вороны. И если неаккуратно размаскировать гнездо, они его обязательно разорят. И все же главное – это любовь к природе, даже в городской среде. Например, этот кадр Сергей Кузнецов сделал из окна своей квартиры. Так что держите камеру на готове, и тогда обычная прогулка превратится в настоящее приключение в поисках красоты.